всем доброго времени суток получил сегодня посылку от магазина японские снасти где находилось две вот такие вот интересные баночки что это такое я вам сейчас расскажу это малоизвестные насадки потому как они предназначены для ловли рыбы в стиле танага а танага в нашей стране так скажем не очень распространена только-только начинают обороты теперь немного поподробнее танага герютен 1652 зеленого цвета баночка она у нас предназначена специализирована для ловли рыбы в стиле танага и также может быть использована как в стоячей воде так и на течении присутствуют ингредиенты чеснока которые провоцируют нашу рыбку на активный клёв вторая приманка это у нас танага герютен киджайо вроде так говорится простите мне мой японский это приманка для более продвинутых рыболов скажем так как заявляет производитель она у нас предназначена также для ловли рыбы в стиле танага содержит также ингредиенты чеснока которые провоцируют рыбу на атаку и также здесь присутствуют некоторые специи которые способствуют удержанию рыбы в точке ловли наша задача сегодня все это дело затестить и посмотреть как наши сибирские караси будут отзываться на японские приманки сейчас я камеру переставлю и мы приготовим непосредственно сами насадки каждая баночка у нас весит 45 грамм в каждой баночке присутствует мерная ложечка для того чтобы облегчить нам процесс смешивания смешиваются они один к одному то есть одна ложечка приманки одна ложечка воды получается небольшой кусочек теста который я вам сейчас покажу и посмотрим насколько же нам хватит поймать рыбки на каждую итак начнем берем нашу баночку открываем достаем оттуда вот такую мерную ложечку значит вот такая вот субстанция так вот слегка розоватый какой-то кремовый скорее даже порошочек сейчас берем ложечку нашей насадки и берем такую же ложечку воды все это дело смешиваем до получения однородной массы в результате по у нас получается вот такой небольшой кусочек теста колобок и насколько нам его сейчас хватит мы проверим я не стал выезжать на какой-то далекий водоем очень перспективный приехал на свой пятачковый полигон где ловлю мелких карасиков на танага и сейчас мы все это дело протестируем затем по окончании этого кусочка мы замешаем следующую нашу насадку будем ловить вода мутная даже вот бусинки с флуоресцентным кебриком видно не очень хорошо оба на ух ты это был трофей этот трофей убежал уже какая-то активность намечается оба вот и первый карасик у нас который не заставил долго ждать еще и сегодня взял такую интересную штуку где можно наблюдать жизнедеятельность карасей красавчик ого оба на минут десять была полная тишина потом видно все таки карасик подошел видно все таки есть какие-то аттрактанты там или еще что-то вот опять пытается клевать кто-то мутная вода нижней бусинки плохо видно вот еще карасик работает насадочка опа еще карасик маленько расклевывается сначала говорю сидел минут десять вообще ничего не было сейчас вот уже начали поклевывать карасики видно все таки есть там какие-то добавки аттрактанты не знаю что они там добавляют опа карасишка он подошел карасик то смотрите вот я убежал тут сначала то что-то не хотел клевать сейчас видно почуял ухты расклевался иногда даже неохота доставать удочку просто интересно понаблюдать за поклевкой за работой бусинок еще карасик коленками поймал в лед реакция есть такой кусочек цепляем закидываем и у нас следует поклевочка еще поклевочка еще карасик кусочек наш кончается помаленьку с одной ложечки это крючок у меня большеватый маленько надо помельче поэтому приходится чуть побольше одевать хотя в принципе на поклевке это не сказывается вот такой кусочек одеваем смотрим поклевочка там вот такой карасик опять коленками в лед поймал вот такой красишка и квилибристом станешь надо сачок в аквариуме взять вот такой кусочек маленький видите даже такого маленького кусочка насадки хватает на поимку рыбки ловля даже таких карасиков на удочку метр десять ростом и удочка у нас весит всего 10 грамм это я вам скажу достаточно интересно по ощущениям как будто на простую маховую удочку вытащите карасика грамм на 300 ух ты убежал вот поплавок вроде на месте стоит а по бусинкам уже поклевка отслеживается это я к тому что у меня кто-то спрашивал зачем бусинки вот затем на одну ложечку этой приманки нам удалось поймать во сколько карасиков это при достаточно активном клёве еще сколько они объедали 17 18 и того на одну ложечку приманки нам удалось поймать 18 карасиков сейчас открою вторую баночку и посмотрим что у нас будет с ней как рыбка будет отзываться тоже такая же консистенция но этот вот этот пахнет чесночком и еще чем-то таким морепродуктивным что конкретно не пойму сейчас посмотрим что у нас как будет работать эта насадка делаем то же самое берем ложечку прикормки насадки и берем такую же ложечку воды перемешиваем получаем вот такой кусочек теста вот такую вот и идем ловить рыбку вот такой карасишка опа опа что-то или мне кажется или на вторую вот эту насадку получше поклевывает которая с чесноком пахнет и какими-то непонятными морепродуктами вот буквально вот капельку насаживаем и практически сразу поклевка может просто карасик расклевался как-то вроде пошустрее вот буквально как спичечная головка ух ты вот вам и спичечная головка на такую удочку слушайте на такую удочку вот такого карасика это вообще я вам скажу красота какой кусочек насадки вы видели это уже карасик такой едовой раз вот вот уже наверное на вторую насадку получше поклевывает ух ты вот это трофей вот это уже танагаски рыба вот трофей пруд насадки рабочие рыбка плюет в принципе кончилась наша вторая ложечка ну я думаю если бы крючочек был поменьше расход был бы все-таки поменьше интересный вид ловли удочка метр десять десять грамм весом насадочка небольшая баночка у меня есть сейчас вот такой вроде как аквариум здесь я наблюдаю за жизнедеятельностью всевозможных рыб вон у меня там два трофея плавают верховодка и карасик мы сейчас благополучно отпустим и посмотрим что тоже у нас там наловилось на две ложечки одна ложечка этого одна ложечка этого он примерно так у нас наловилось не знаю сколько тут их и вот такой профейный карасище где ну не знаю штук 40 наверно есть так что как то так данный вид рыбалки сродни какой-то непонятной медитации маленькая удочка легенькая тишина ручеек журчит одни словом красота вот такая получилась у нас достаточно интересная динамичная рыбалка рыбалка длилась буквально ну сколько тут может час может чуть побольше было поймано в районе там всех не считал ну около 40 может быть 50 карасиков достаточно интересно достаточно динамично затестировали с вами мы две эти насадочки что можно сказать по первой рыбалке насадки действительно рабочие впечатление сложилось такое что на танага герютенки джио который клюет немножко получше но на крючке она держится немножко похуже эта насадочка клюет вроде бы ну я не знаю возможно такой вариант что рыба только подошла потом там уже можно сказать на эту ловили на прикормленное место тоже достаточно интересная насадка достаточно рабочая и одной ложечки хватает приблизительно там ну на два десятка рыб это в наших условиях я еще говорил что у меня немножко большой крючок и поэтому расход немножко большой если крючок поставить маленький там буквально будет несколько волокон цепляться этого колобка одного хватит надолго количество насадки на крючке как вы сами могли убедиться принципе большой роли не играет лишь бы что-то там было так что ловите танага достаточно интересный вид ловли динамичный красивый сродни можно сказать какой-то даже медитации очень интересно но на этом закругляюсь всем пока